Последнее время стали все замечать, что никто не хочет покупать квартиру в ипотеку. Темпы замедлились, и на самом деле это не так просто. Потому что сейчас рыночная ипотека 11,4%, в некоторых случаях 12%, ну минимум 11%. Льготная ипотека 8%, выдают ее 7,7%, но такая ипотека действует всего лишь до 1 июля 2024 года. Да, есть адресная программа, но это небольшая часть. И в колокол тревоги стал бить вице-премьер Российской Федерации Марат Хуснулин. Что он сейчас говорит? Он говорит про то, что в ближайшее время, возможно, а скорее всего так и будет, будет его встреча с президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путином для того, чтобы обсудить данную проблему. Ведь весь первичный рынок и в целом рынок строительства жилья, он строится на главном китех. Хотел сказать на трех китах? Нет. Главный кит это льготная ипотека, без нее, конечно же, никуда. Соответственно, по его словам, показатели по жилищному строительству в этом году будут сопоставимы с прошлогодними, но выполнить их и будет не так просто. И, видимо, значит, нужна какая-то новая программа. Мы все знаем, что с 1 июля появятся какие-то новые программы ипотека для молодежи, молодых семей, но нужно отдельно рассматривать и весь рынок. Единственное, что мы видим тревожную тенденцию, что есть тренд к снижению темпов выдачи ипотек. Поэтому первого квартала совершенно точно будем поднимать этот вопрос на уровне представителя правительства, при необходимости и на уровне президента. Ну, ждем итоги первого квартала. На самом деле, если посмотреть, то показатели января-февралья на самом деле не такие плохие. И в целом и вторичный рынок даже более активен, чем первичный рынок. Также Марат Хуснули подчеркнул, что ипотека является ключевым фактором. И, говорит, что данную ситуацию он обсуждает с Центробанком. Также анализируется, как работают определенные ипотечные программы. Наверное, он намекал как раз-таки про всевозможные серые ипотечные схемы, которые впаривают застройщика. Ну, а с вами Зубик Виктор, канал «Смаринг про недвижимость». И это новостной выпуск 10 важных новостей, которые произошли на прошлой неделе на рынке недвижимости. Ну что, поехали. Вторая новость. Загородный рынок, он действительно прет, он идет вперед на самом деле. И мы понимаем, что частные дома сейчас будут отдавать застройщикам. Что, квартиры не продаются, значит, нужно потихоньку этот рынок осваивать крупным девелоперам. Освоение участков под ИЖС, индивидуальное жилищное строительство, будет вестись промышленным способом, ожидают участник рынка. То есть, будут выделять площадку, будут что-то там согласовывать им, разрешительную документацию. И уже будут строить какой-нибудь пик своей новостройки, соответственно, в полях. И действительно, правда, это будут дома, да, какие-то низкоэтажные дома, танхаусы. Мы видим, что самолет уже вышел со своим проектом. Вы, Дмитров, правда, по космическим ценам. По членам комитета Госдумы строительства ЖКХ Александра Якубовского, это обусловно тем, что государство планирует развивать механизмы комплексного развития территории для частной застройки. Кроме того, недавно прошел конкурс лучших типовых проектов ИЖС. И теперь граждане могут бесплатно использовать проектную документацию, отобранную экспертом. Кстати, очень здорово, если есть нормальный проект, взяли документацию и построили себе нормальный дом. Ведь есть льготные ипотеки на ИЖС, также до 12 миллионов рублей в Москве и Московской области. Также, по мнению разных агентств недвижимости, мы видим, что загородные проекты будут способствовать росту цен на загородку. К концу 2023 года объекты могут поражать на 10-15%. А это значит, что если у вас загородная недвижимость, то я бы ее не продавал. На арену рынок Санкт-Петербурга пришли не дожди, налоговые проверки. И сейчас они начинают весь рынок смотреть по поводу тех, кто сдает свои квартиры посуточно, в долгосрок и не платит налоги. Плюс-то огромное количество апартаментов, в которых нужно платить налог 13% или БТП, и то, что на самом деле никто не делает. И, видимо, налоговая взяла не Москву в первую очередь, знаете, не Москву в кольцо, а Питер в первую очередь, потому что там огромное количество таких инвесторов. Каких владельцев квартиру берут на карандаш? Ну, в первую очередь, тех физлиц, которым приходят большие выплаты на счет, они связаны со мной работой. Понятно, что наличка нигде не фиксируется, но налоговая, по крайней мере, смотрит на ваши затраты по картам. Поверьте, сейчас налички мало, все друг друга переводят деньги. Например, привлекают внимание премиальные квартиры одного арендодателя. Приоритет на проверку пошли трешки в центре города. С каждого края можно получать, соответственно, 120-150 тысяч рублей. Обычно бюджет и однушка, конечно же, неинтересна. То есть, видимо, если у вас доход 150 плюс в месяц, вы в первую очередь, и дальше будут слоя. От 150, от 100, от 50, ну и дальше для владельцев-бабушатников по 20-30 тысяч рублей. В самой налоговой заявили, что пороговое значение 3 квартиры и более. Но на самом деле, я думаю, что они, так знаете, нам намекают слегка, что может быть и поменьше будет квартир. Может быть, для того, чтобы просто вы не беспокоились, они к вам придут и возьмут с ваш штраф, потому что есть палочная система, и ее нужно выполнять. Также вице-президент социации риэлтора в Петербурге и Ленинградской области сказал следующее. И правительство города, и жилищный комитет, и ФНС пытаются эти вопросы решить разными способами. Через участковую, через сигналы соседей, через информацию о тех собственников, у кого две и больше квартир. Ну, соответственно, если подозрение возникло о неуплате, то спокойно можно прийти в налоговую и показать документы. Самое важное, это, я думаю, что прийти, в случае пока, это сказать, я дальше буду сдавать официально и буду платить налоги. А вы платите налоги за дачу квартиры в аренду или пока находитесь в серой зоне? Наш любимый поставщик, а это не группа компании Пик, Алюрая Мерлен, решил передать весь российский бизнес российскому топ-менеджменту, локальному какому-то, видимо, игроку. Решение передачи бизнеса озвучил представитель компании, по его словам, оно никак не скажется на бизнесе в взаимоотношениях с партнерами. На данный момент, Алюрая Мерлен, это 11 магазинов, 65 городов, и, соответственно, этот ритейлер вообще относится к 10 крупнейшим торговым компаниям нашей замечательной страны. В марте 2022 года Алюрая заявил, что продолжает работать в стране вне зависимости ситуации на Украине. Компания была не намерена штрафовать поставщиков, за недопоставки выразила готовность распределить запросы на изменение закупочных цен. Ну, Алюрая все равно будет работать, бизнес останется, возможно, только повысят цены, потому что за последнее время Алюрая и так космически повысил цены своей кухни. Мы в рамках меблировки квартир Smartland, кстати, можете к нам обратиться и заходить за мебель Алюрая в квартиру, ссылочка в описании, видим, что цены на мебель только растут, поэтому мы уже ищем альтернативных поставщиков и планируем уходить из Алюрая Мерлен. Пятая новость, коротко про новость компании Smartland. Нам три года, 26 марта 2020 года я зарегистрировал ООО Smartland и можно с этого момента называть, что началась официальная деятельность нашего небольшого бизнеса. YouTube каналу, конечно, побольше, мы уже с сентября 2019 года вещаем на YouTube площадке, поэтому буду рад, если вы подпишетесь на канал, вдруг вы не подписаны, смотрите на давно, для меня это будет такой небольшой подарок с вашей стороны, буду очень рад. Либо просто поставьте лайк и напишите в комментариях, что поздравляете нас. А в эту субботу у нас прошла бесплатная ежеквартальная конференция для подписчиков и спонсоров канала Smartland, поэтому следите за нами обязательно в новостях, в Телеграме тоже активно про это пишу, для того, чтобы посещать наши классные бесплатные конференции, этот раз было больше, чем 80 человек, видимо, в следующий раз придется искать площадку побольше. Zikurat Development выводит на рынок новый проект. Я думаю, что вы не слышали ни про этот проект, ни про данного застройщика. Соответственно, многофункциональный комплекс Руновский 14 находится в Замоскворечье, в 200 метрах от станции метро Новокузнецка, ну, буквально рядом с нами. Будет 38 лотов, высокие потолки, панорамные окна, подземный паркинг, даже зарядки для электромобилей, что очень важно, тренажерный зал и прочие плюсы. Но есть самый главный минус, это ввод в эксплуатацию второй квартал 2025 года. Ценник, скорее всего, будет космический, я думаю, что даже я не удивлюсь, если будет 1 миллион за квадратный метр. А вот на территории Москва-Сити, наконец-то, появится надземный пешеходный переход с причала. Он соединит на густональный комплекс и Пресненскую набережную. В свою очередь, председатель комитета Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов и строительства и контроля области долевого строительства на СССР 5, цитирует. Пресс-служба пояснила, что причальная инфраструктура проекта будет включать с самого начала обустройство причала, помещение для обслуживания перевозок пассажиров на водном транспорте, магазины, кафе. Реализацией проекта займется частный инвестор, который строит национальный комплекс в Флейнер-Сити. Площадь проекта составит более 4 гектар. Ну, наконец-то будут обустраивать эту территорию, дорогой лакомый кусочек, но там нужны деньги и инвестиции. В Госдуме предложили сделать ипотеку 2%. Видимо, про это не в курсе господин Хуснулин и, соответственно, как-то переживают про рынок. А вот здесь наши депутаты активно лоббируют 2% ипотеку, но для многодетных семей. Ну, видимо, у нас весь упор сейчас идет в семейные ипотеки. С таким предложением в правительство обратилась депутат Справедливой России Яна Лантрова. Она считает, что меры по поддержке многодетных семей могли бы быть реализованы более эффективно при условии снижения ставки до 2%. По ее мнению, такая ставка станет существенной формой поддержки семей с детьми. В России, конечно, до 1 июля у нас для семей действует льготная ипотека под 6%, а многодетные семьи могут еще получить субсидии до 450 тысяч рублей в счет погашения ипотеки. Я считаю, что можно делать, на самом деле, выгодные ипотечные программы для многодетных семей, потому что сильно на рынок это не повлияет, но зато повлияет на спрос больших квартир, потому что часто они у застройщиков простаивают и все берут однушки. А вот ПИК снова перенес сроки сдачи своих московских новостроек. Дольщики, конечно же, получают обещания, но застройщик им обещает передать ключи, но не будет выплачивать неустойку. Я, кстати, когда принимал свою квартиру от ПИКа в ЖК Минькинин на парк, также получил ключи через 4 месяца, и застройщик мне выплатил неустойку в размере 0 рублей, потому что сейчас действует мораторий до 1 июля 2023 года. ЖК Сигнальный, 16, дальше-то, выдача ключей сдвинулась с 31 марта на 15 мая 2023 года. Ну, не так критично. А вот Амурский парк, срок сдачи первой очереди, сдвинулись на 3 месяца. Ну, мне кажется, это нормальная погрешность сейчас для рынка, застройщики будут пользоваться этой ситуацией. Я думаю, что если вы планируете получить ключи в этом году, в лучшем случае вы их получите в конце этого года, так что учитывайте эти риски в своей финансовой модели. Плюс не забывайте, ремонт, мебелировка, сдача в аренду, коммуналка, расходы, куча дополнительных затрат, но, как всегда, вам может помочь в этом смарант. А вот Тинькофф Банк представил свои переводы в долларах и евро в Сербию, Монголию и Боснию. Правда, слава богу, что у нас там нет с вами недвижимости, я не знаю, есть ли с наших подписчиков инвесторы в эти страны. Отправить доллары и евро за рубеж становится все сложнее даже в дружественные страны. Тинькофф Банк представил валютные переводы Сербия, Босния, Герцеговиния, Монголия. Тинькофф Банк объясняет предоставку из-за введенных санкций на свифт-переводы. Могут быть заборожены банком-контрагент. Ну, по крайней мере, они просто переживают, но, наверное, с удовольствием делали бы эти переводы. По данным ТАСС, в некоторые банки из трех указанных стран, включая Сербию, можно еще отправить юани, правда, в самом Тинькофф Банке это не подтвердили. Вот что сообщил сам Тинькофф Банк. Нет, вообще в банке Киргизии, Монголии и Сербии сейчас уже больше не переводим. Сейчас только в Банке Армении, Узбекистана, Даджикистана, Казахстана. Но есть Монголия, Киргиз, Беларусь и Грузия. Больше не переводим. Странно, что в Беларусь не переводят, но надо будет даже проверить, работают ли между юрлицами. Мы, кстати, как юрлицо без проблем переводим в Беларусь. Банке Армении доллары, банке Даджикистана доллары только. Ну, соответственно, как минимум, видимо, сейчас нам нужно будет всем дружно переходить на юани и друг другу отправлять не доллары, а юани. Кстати, имеете ли вы на своем расчетном счету юани? Поделись в комментариях. Ну и праздник в московских дворах, в пиковских новостройках. Дело в том, что в новостройках пика появились Мальдивы. Люди своими комментариями с новостями о потопах различных ЖК Пик делятся своими видами с Мальдив. Видимо, с таким хэштегом выкладывают в телеграммах, инстаграммах и прочих моментах. Мы с вами недавно рассказывали обзор про ЖК Микин на парк. Обязательно посмотрите про него. Ссылочка будет про него или на канале. Но когда я говорил, что, видимо, на паркинг подтопят, этот паркинг также подтопило. В районе Лефортово, там вообще постоянно у нас, знаете, такая лефортовская Венеция, пишут жители, что подземный гараж затопило, теперь на территории только на лодке можно проехать. Именно в этом и является основной минус инвестиции в машины места. Да и в целом не всегда безопасно оставлять свою машину в подземном паркинге за строчкой от Пик. Не знаю, с чем это связано. Я думаю, с тем, что, как всегда, экономит. Ну, а с вами был Зубик Виктор, канал Смаран про недвижимость. Буду рад, если подпишетесь на канал, поздравить нас с трехлетием, либо придете в Смаран за нашими услугами, потому что мы исправно и честно делаем качественные услуги на рынке недвижимости в разных сферах. Продажа недвижимости, подбор, нибелировка, управление, и даже, если нужно, сделаем ремонт и техническую приемку. Ну, а с вами был Зубик Виктор. Инвестируйте недвижимость с умом. Всем спасибо. Пока.